Кто последний? Аэропорты ЕС переполнены. В разгар туристического сезона европейцы сетуют на огромные очереди и дополнительные меры безопасности, введенные в связи с этим столпотворением. Как усилили проверки в шенгенской зоне и почему нельзя снижать уровень безопасности? Подробнее Елена Абрамович. Усиленно проверяют всех. И тех, кто въезжает в шенгенскую зону, и тех, кто едет обратно. Теперь даже граждан ЕС. Это правило Брюссель ввел еще в апреле. Но в полную меру люди ощутили изменения в августе, в разгар сезона отпусков. Очереди в аэропортах напоминают массовые демонстрации. Негде яблоку упасть. Авиалинии предупреждают клиентов. Приезжать в аэропорт желательно не за полтора-два часа, как раньше, а за три-четыре. На все жалобы пассажиров Еврокомиссия пожимает плечами. Такова цена безопасности. Речь идет о безопасности наших граждан. И сами государства-члены настаивали на этих правилах. Всегда есть цена, которую нужно платить за безопасность. И у членов ЕС было достаточно времени на подготовку, чтобы ввести в действие эти правила. Ожидать, что все это временно, не стоит. Брюссель раздумывает о еще одном нововведении. Создании так называемого военного шенгена. Это позволит оперативно перебрасывать войска по территории Европы. Например, сейчас, чтобы переместить американских военных из Германии в Польшу, надо уведомить за пять дней. Еще одна проблема – инфраструктура. Дороги и мосты в странах Евросоюза не рассчитаны на тяжелую военную технику. Туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не приспособлены для военной авиации. Ситуацию надо менять, чтобы военные могли передвигаться так же быстро, как мигранты, заявил министр обороны Нидерландов. В НАТО поддержали. Далее слово за Евросоюзом. С Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.